хиган бана 90 я считаю влака восьмой эпизод конечно бегу уже при этом мы немножко сегодня полчасика что фильм больше смотрели чем я рассчитывал но в любом случае новая арка начнем ее стилище духа-хранителя закончились уроки еще недавно шел ливень потому никто из детей не играл на школьном дворе при входе девочка сняла сменку и надела туфли серьезно сегодня проводил собор собрание комитета она уходила из школы поздно видела что дождь прекратился или еще капал не знаю раскрывать ли зонт девочка вышла из-под крыши посмотрела вверх свинцовое пасмурное небо и стул уже окрасилась темно-красный что рано начали где мой спокойная экспозиция что кана ты шутишь да на нее упал стул прямо из ниоткуда говорят она чудом не осталось без глаз без глаза на следующий день в ее классе поднялся переполох да я помню мудак это монотонной школьной жизни не каждый день одноклассника капитализируют с травмой все были взбодоражены и и разговаривали без умолку зато подруги и пострадавшие девочки в сторонке говорили об этом случае шепотом кошмар какой ты слишком волнуешься ведешься глупо упавшись ниоткуда стул это необычно вдруг какой-то темпераментный старшеклассник выбросил его из окна быть не может согласно неужели проклятие нет это магия ну нет одно из них затрясло от смеха как будто придя к тому же к тому же выводу другие девочки тоже засмеялись но все равно были мрачные знаете с того дня столько странностей было я не рассказывала меня галька попала кто-то подшутил или скажет что это дело рук тенгу они что сделали не забывайте о проклятии духа хранителя что за чунька появишься ниоткуда пробурноталась девочка с повязкой на глазу надо елать сейчас забыли спросить иди гуляем а какой м чунька я уверен там чу не бьё было написано сто процентов когда их лидер почувствовала себя не своей тарелке встал другие девочки переглянулись и тоже пошли к выходу осталось только девочка с повязкой на глазу я зовут мещеру сакурада как можно судить по мрачной атмосфере у нее нет друзей всегда одна читает сложные книги что-то бормочет себя под нос но это чунька блин если спросить у нее одноклассница они назовут ее жуткой мол она что-то видит но вообще-то мещера не не сказала бы что эти слова далеки от истины она в одиночку пошла за школу забытый клумбе заросшись сорняками там стоит миниатюрное осветилище из старой древесины она пострадала от ветра и дождя непонятно ухаживают ли за ним но возраст придает ему величие мещера склонилась перед ним похлопала в ладоши и помолилась дух хранитель дух хранитель молю тебя не гневайся иск раз прошептала это она подняла взгляд на святилище повторила молитву маленькие деревянные дверцы за которыми находится божество сломаны по обломкам можно предположить что сломали их совсем недавно многие дети играют в мяч за школой тяжелый мяч в один из бросков мог врезаться в двери и сломать их мечера выпрямилась и погладила дверцы будто пытаясь возместить нанесенный ущерб но конечно это не помогло светилище заброшенное трагически разрушена кто здесь мечера вдруг встала медленно повернулась стоящая в тени сарая девочка удивленно вздрогнула кого-то мне и дизайн напоминает это одна из подруг пострадавшей девочки из тех помещеру предупредила проклятие доброго дня доброго одежда например мне напоминает эту из-за камега килл как ее там разволосы май или мей или минаем как-то прическа кстати тоже схожая но только волосы не такого же цвета май типа покрасить ее в розовый будет еще больше похоже девочка робко склонила голову в школе ученики почти никогда не говорят друг другу доброго дня а гука гиньё наверное какой-нибудь поэтому неловко поэтому неловко приветствую ясно что они редко друг с общаются ни разу не моргнув мечера заглянула ей в глаза девочка решила что готова и вышла из тени знаешь простите сегодняшняя пока сэбр хироми а страна язык ничего я не обиделась сказал мечеру повернулся обратно к светилищу девочка тоже через ее плечо посмотрела на светилище и взглотнула слушай сакурада у тебя есть что ну шестое чувство типа мечеру коротко вздохнула и обернулась и она словно молча спросила если я скажу что да ты поверишь да 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 повязка дело такое не выдержав тишину и девочка неестественно посмеялась в классе распускают слухи говорят что у тебя есть нечто вроде шестого чувства и что она позволяет видеть всякое нет девочки вряд ли за несут спрайт я думаю только это у нас будет я не вижу но это же нормально да ха-ха-ха еще раз вздохнув мечера заговорила мне это казалось совершенно нормальным если я вижу значит и остальные видят так я считал когда была младше пойдя в начальную школу наконец поняла я вижу то что другие не видят то есть ты даже сейчас видишь мечер молчал на ее взгляд блуждал будто вылетел насекомое но смотрела ему след но там еще не было и вот так мечер не спеша подошла к девочке и девочка не выдержала закрыла лицо руками при виде этого мечера наконец хихикнула шучу я не вижу духов постоянно точнее сама же стараюсь не смотреть так сознание почти никогда их не вижу а почему ты не хочешь их видеть даже если я вижу кого-то одержимого духом я ничем не смогу помочь а если предупрежу кто мне поверит уникальные способности не всегда приятная и тем более если ты из этих способностей видишь чужие беды но не можешь сказать знаешь я больше не буду смеяться я я тебе верю поэтому можешь может расскажешь мне святилище духа хранителя которое вы сломали ого понятно не сломали ясно травмакана это все-таки проклятие да девочка снова сглотнула здесь по венам земли течет грязь злые намерения злые духи все это накапливается и кану преследует злой дух нет этим святилищем дух хранитель успокоил злые духи и злых злые силы злых духов он веками защищал эти земли даже просто как почитая почитающих его людей не стало этому духу было грустно он так долго защищал эту землю а его никто не благодарил поэтому я уверен что даже он иногда сердится значит когда мы сломали святилище мечом он именно дух хранителя сердился виноваты не только вы долгие годы за святилищем не ухаживали не проявляли уважение так много поколений подряд когда вы сломали его это стало последней каплей проклятие духа хранителя да он сейчас очень зол как нам его успокоить лучше всего было бы извиниться перед святилищем еще когда вы сломали его мечом так бы хранитель непременно посчитал бы это обычным несчастным случаем так уж вышло что когда девочки играли в мяч мещера была рядом выйдя в как они сломали святилище она предупредила их что если сейчас же не извиняться перед ним случится страшное однако не лишь посмеялись на такой глупости и пошли дальше дух хранителя размера неуважением людей если бы вы послушали меня никто бы не пострадал прости просто мы тогда тогда запаниковали ничего двое и только двое веге дойдет до духа хранителя а достанет первым шагом подавлению его гнева прошу сокурада мне страшно случае сканы был не единственным с хироми вакана и всеми и и всем их окружением творила что-то странное сначала думал что кто-то пошучивает но становится все хуже а потом и этот стул если проклятие продолжит усиливаться что случится тогда что с нами будет я боюсь помоги нам сокурада девочка побледнела и умоляла ее со слезами на глазах на жутку мещеру от которой от которой за ее способности вечно шарахаются одноклассники положились только когда это стало удобно и особо приятно но она решила не упускать свой первый шанс редкий шанс упустить другого благодаря своим способностям и червачина раздохнула и решительно посмотрела на девочку я на такое не способна мне не подавить гнев духа хранителя как же тогда кто может его успокоить только вы сами так и есть девочка ошеломленно сглотнула собери всех кто играл в мяч перед этим святилищем если вы извинитесь может что-то и получится всех да все даже если ты извинишься вполне возможно что тебя одну дух хранитель не услышит это как с перетягиванием каната вы слабы поодиночке но вместе становитесь сильные понятно ты можешь убедить всех их привести к суда я могу показать вам как провести уважение и до того дня защищать вас убедить всех и привести сюда задача не из легких может потребоваться не один день властная хироми отреагировал на разговор об оккультизме полнейшим отрицанием называв такую мысль абсурдом убедить ее будет не так то просто к она в которую попал спу все еще в больнице она не в тяжелом состоянии но никто точно не знает когда я выпишу и нет гарантии что ближайшие дни проклятие не напомнит о себе ты права проклятие может сработать еще до того как я всех уговорю и следующий раз кто-нибудь может погибнуть не хотелось бы не хочу чтобы класс был весь хризантемах перестаньте сейчас не до смеха не знаю смеяться или плакать девочка схватила мещеру за плечо главное пока вы не соберетесь дух хранитель не должен вас преследовать неужели ничего нет амулета какого-то есть на дух хранитель очень могуществен амулеты вас не защитят что ж тогда делать я обязательно уговорю всех и приведу сюда поэтому как нам до тех пор защититься от проклятия волосами мещеру развивал ветер она посмотрела на светильщик затем большую школу дух хранитель местное божество чтобы защититься от его проклятия нужно одолжить у обитателей этих земель похожую силу ладно что мне сделать в темноте ночи школа освещал лунный свет стрекот насекомых только подчеркивал тишину за старым школьным зданием виднелись два человеческих всего этом если учитель нас этим застукает нам здорово летит если предпочитаешь страдать от проклятия можешь вернуться я я смогу смогу девочка ударил большим камнем по оконному стеклу старого здания спустя несколько таких ударов по стеклу побежала трещина в виде паутины открылось отверстие размером в кулак мещеру посвятил фонариком а девочка просунула руку в отверстие отперла дверь так они вдвоем попали в старое школьное здание но полегче кстати об этом здании здесь же обитают прицельки да но раз на то пошло мы не совсем одни ты сейчас видишь как они тут блаждают точно хочешь знать что я вижу забудь школе куда ходит много людей полно воспоминаний духов и сил тем более в старом здании где все это накапливалось долгие годы эти силы правда мне защитят зависит от твоих намерений если ты уважаешь их и искренне хочешь защита они обязательно тебе помогут да конечно хочу хочу вот четки возьми да на буддистский а это талисман он отгоняет злых духов и притягивает добрых даже отчетки талисманы и фонарики они пошли ночью по старому зданию школы еще разговаривал какой-то проговаривал какое-то заклинание ли может молитву девочка не могла разобрать указался эти слова этими словами то просил защиту духов обитающих старом здании она ничего не поняла однако стала повторять за мещеру духи точно услышат наши голоса фак услышат они здесь совсем рядом наблюдают за нами и и спасибо мещеру не лгала вот у сторонние существа действительно за ними наблюдала кто интересно понятно но этот хэта это повезло что вы делаете здесь такой час это местами самаре из 8 страшилки той что старом школьном здании ученики редко тут прокрадываются проверяя себя на храбрость особенно так поздно забеспокоившись что девочки спалкнутся в темноте и поранится мария пошла рядом на самом деле в бывшем школьном здании много слабых призраков и укаев с наступлением ночи не становятся сильнее выжидают тут и там и вредят редким гостям наставляя их спотыкаться и во что-нибудь однако при виде мария школьного и кай восьмого ранга не пугаются и убегают для них восьмой по рангу школьный укаев ужасающее существо у какая созрительное лицо дерево с ними мемори оказывает эффект сильнейшего талисман от злых духов о духе бывшего школьного здания прошу защитите меня не дали надолго духа охранителя скоро мы с подругами обязательно проведем ритуал и извинимся простите что я сломал святилище мечом и убежала мария послушала ее историю она узнала что девочка накликала на себя гнев какого-то существа и что одна из ее подруг уже пострадала мария не все поняла но как можно прокинать из какого-то веща жалко нельзя отдельно да нельзя наверно никак пожалуйста духе школьного здания прошу защитите меня ладно поняла и не совсем дух на твое желание исполнил мария сжала кулаки решительно кивнула дух этого святилища важная шишка раз проклинает людей разумеется он рассердился за то что его дом разрушили хочешь чтобы все собрались и извинились за такие чувства его можно простить я не встречал ее кай называемого духом хранителем но раз уж мы обитаем в одной школе думала мне бы слушает на следующий день ученики веселились на обеденной перемене мария появилась за школьным зданием в своем человеческом облике они сказали что он где-то здесь но даже мария не знала существование этого святилища это школа гигантская неудивительно что есть места которых ей неизвестно потом ляск-ляск хлоп-клоп она услышала какие как кто-то забивает гвозди подойдя ближе чтобы посмотреть взросшим с сорняками уголке она увидела святилище сидя на корточках там что-то делал некто в белом халате добрый день чтобы пообщаться с человеком мария настроился в волну подопредель под волну собеседника что такое надрец и стражда поранилась ее удивлению обернулась медсестра из медкабинета может работа по хозяйству ее хобби при взгляде на святилище стало ясно что она сняла дверцы чинят петли что вы делаете а что-то руки зачесались руки зачесались либо дело в моем жестом чувстве я встревожилась и пошла сюда увидела что дверцы до святилища сломаны наверно по ним мечом ударили мне стало жалко духом по мне не скажешь но починка мой конек засмеявшись она продолжала ловко чинить двери это медсестра нас чувствует и гонбана люди бывают на такое способное порой она замечает что я рядом она постоянно в медкабинете возможно и передалась частица моей магии и школьный медсестра всех естественным образом почувствовала гнев хозяина святилища она пришла сюда и увидела что святилища разрушена хиган пана в этом святилище кто-то живет да кое-кто его дом разрушен вот беда и он очень зол да а сама как думаешь и ты бы расстроилась если бы твой дом вдруг разрушили конечно это же естественно но девочки в конце концов придут извиниться так что придется попросить его до тех пор сдержать проклятие судя по их истории это существо обладает немалой духовной силой наверняка у него высокий ранг выслушает ли он ничтожного восьмого по рангу кая что мария чего притихла ну тут такое дело мария все объяснила история оказалась таки гонбан и довольно неожиданный хозяин этого святилища разозлился на стол на девочку проклятие тяжело ее раненых да хозяин этого святилища разозлился на стол проклятие фиган бана повторила посмотри я сначала мария потом на храм на мария наверно ты всерьез так сделал какого хера why not there what the fuck тут звук тише потому что я общую громкость настроек так как в игре нет общей настройки звука так что сорян урио не делай ничего такого что подняв стол столбом были как ногам с громким хлопом прыгнул мальчик он примерно на голову ниже мария уши как у лиса ничем не напоминает сурового духа хранителя всего что он описывает описывать его он подходит на милого мальчика я был так не поступил ни за что бы никому не навредил это жестоко жестоко урио мне кстати интересно неужели он полностью скопирует даже имя он надулся запротестовала чего мария растерялась это представляла устрашающее существо это живущий сетилища двух животного сакуношин сакуношин его здесь зовут сакутара саку урио меня зовут сакуношин сакуношин добрый день я мария они поспешно склонили головы и поздоровались друг с другом он лидер школьных духов животных как видишь весьма важная фигура урио я царь зверей я лев 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 мне показалось что вы лис морю как так я лев лев лая лая имеет до жесткий тип на этот раз он громко заплакал у него меняются эмоции как у детсадовца его драгоценный дом ни с того ни с чего врезался мяч он удивился и испугался и злился лишь прятался под кушеткой в школьном медкабинете дрожала туши са не дрожал я урю урю а урю сакуношин очень легко напугать а ведь он здесь главный ему бы научиться проще реагировать но но ведь я только собирался вздремнуть и тут этот мяч бам хрясь урю ну ну не плачь ты испугался мы поняли что ж вот так вот мария какой по твоему проклятье мог наслать вы правда никого не проклинали ничего об этом не знаю да именно это я пытался сказать ну так не очень получилось и готова так то лучше школьная медсестра встала отряхивая рукава вместо того чтобы ремонтировать она поставила новые двери дом сакуношина снова мог закрываться взгляни теперь твой дом как новый ура спасибо доктор урю еще виду назад он плакал но после этого он наконец-то улыбался сакуношин запрыгал от радости при виде такой невинной картины мария поняла что он точно никому бы не навредил однако проклятие есть девочками попавшим по светилищам случилось много чего необъяснимого потом еще тот стул если ты не помнишь сколько туда еще примерно по размеру типа сколько еще этой арки подожди но послушай хироми опять ты об этой ерунде проклятье их не бывает сканы произошел несчастный случай но но виновного и так и не нашли ты посчитал это проклятием потому что не нашли виновного что у тебя вместо мозгов дума минут 10 окей если конечно рассчитаем вас опять же да вы типа скорость моего чтения и типа самостоятельно она может сильно отличаться я не верю в проклятие никогда не поверю пока мне нужно в круг пока мне нужно в кружок хироми подожди хироми выскочила из класса стучак облаками девочки растерялись и понурили голову все кроме хироми согласились тем что это проклятье надо пойти к светилищу извиниться мечера тихо подошла к кругу подруг не вышло нет но я обязательно ее уговорю а иначе дух хранитель опять кого-нибудь проклянет не удивлюсь если это будет хироми то точно надо убедить ее ради нее же удачи а я домой мечера тоже вышла из класса после уроков девочки еще разговаривали в классе необъяснимые вещи случались ними только когда они оставались одни никто не захотел в одиночку идти домой помимо хироми нужно убедить еще и кану мы к ней ходили вчера к она тоже сказала что это проклятие и что она хочет очиститься значит если мы позовем ее она пойдет с нами к светилищу слава богу еще сказали что и госпитализировали не из-за травм а из-за аппендицита когда ей оказывали помощь больнице у нее вдруг заболел живот аппетенцит то есть стул ни при чем вроде как травма головы была обычной царапиной да отлично остается только хироми хоть бы она передумала пока на нее не пала проклятие надо срочно что-нибудь придумать ужас на этот раз может упасть огнетушитель или что похуже и не переживусь и кто-нибудь умрет девочки так и разговаривали пока учитель во время обхода не накричал на них сказав им просходиться по домам небо залило вороны стаями полетели обратно в гнездовье у хироми закончилось собрание в кружке она тоже при входе переодевала обувь она была там одна в школьном здании повезла мертвая тишина и стало шутковато как она задерживалась на собрании ступсовета когда пошла домой в нее попал стул я наговорила тут ранее но вот будет кошмар если проклятие впрямь есть хироми задрожала на глазах у всех она храбрилась но вообще-то ей очень страшно несмотря на отказ встретиться со всеми у святилища она задумалась что если ей вправду лучше пойти извиниться хироми так испугалась что не смогла покинуть здание она боится что когда выйдет из-под крыши на нее что-нибудь упадет сверху нечто более смертоносное после строила себя крутую может это будет уже не стул а огнетушитель какой и в этот раз и закончится смертью скрип этот звук не дошел под уши хироми он раздался где-то за входной дверью далеко от нее на балконе третьего этажа там было как раз то что она представляла сжавый ярко-красный тяжеленный огнетушитель его скрипком тащили пометонного пола балкона обещеру да наверно посмеявшись над своими худшими фантазиями называв их абсурдными хроми с горкой улыбкой пошла вперед один шаг два шага три еще несколько шагов и она выйдет нарушу из-под крыши огнетушитель медленно подняли тяжелый кусок металла ждал появление хироми хватит мечера сакурада ну да конечно она не ожидала услышать голос никого не заметила однако повернувшись мечера увидела человеческую фигуру ну да да я помимо этого ждал марии под окно под окнами хироми бежала со всех ног к школьным воротам она уже далеко от входа бросать огнетушитель поздно мечера поняла что упустила шанс и бросила тяжело тяжеленную штуку на пол скажи мне зачем тебе это само утвердиться ты не йокай и уж тем более не можешь проклинать других но мечер жал кулаки дрожа опустила голову затем она в слезах закричала никто никто не верит мне никто ей не верил она родилась с необычной силой известной как шестое чувство но никто не верил чувствуя себя отчужденной и одинокой она никому не могла довериться да да именно так на уровне Беатрии на самом деле поэтому она всегда была одна когда святилищи разрушили я точно знала некто могущественно был изумлен ужасно опечален до меня дошли его бурные эмоции я сказал ему что если они сейчас же не извинятся на них пойдет проклятие но никто мне не поверил и хоть проклятие должно было дать тебе знать ничего не произошло даже после того всплеска эмоций ничего не случилось вот я и решил заменить проклятие подумал что так все передумают и захотят извиниться перед духом хранителем этого святилища она выпурила все на одном дыхании рыдая закрыли лицо руками Мещеру действительно обладает шестым чувством она прекрасно поняла как был потрясен хозяин святилища однако своим шестым чувством не заметила остального она и представить не могла что хозяин святыни пугливый ребенок который все это время прятался под койкой в медкабинете святилище починила школьная медсестра его хозяин был счастлив но он ни на кого не насылал проклятие даже не злился но узнал что от его имени кто-то кого-то проклинал и ранил наверняка было бы очень грустно поэтому прошу тебя останови проклятие эти девочки уже все решили они соберутся перед святилищем и извиняться верь и сама увидишь да да мне правда очень жаль Мещера продолжала плакать слезы не останавливались Мария приняла чувство отраженное в этих каплях ее выражение лица смягчилось Second Ocean порадовался потому что ты так волновалась за святилище ах да так зовут хозяина святилища в смысле ты о чем мудак тут вроде бы были хорошие осты или ты в каком плане сходи туда как-нибудь теперь ты обязательно почувствуешь его радость правда ли почувствую у меня точно есть шестое чувство да чуть подтвердили если я не смогла почувствовать настоящие эмоции хозяина сосилище откуда бы не знать что у меня оно есть ну ты же меня видишь ну ты же меня видишь в тот самый момент когда она моргнула Мария исчезла вечеря оглядывалась однако больше ее не увидела но зато услышала ей не показалось она в последний раз услышала голос Мария насчет огнетушителя положи его на место ладно хорошо ну да и правда в этот раз у нас виновна сторона людей во всех бедах в этом разner can be shut down и с одной и с другой стороны типа сначала девочки разрушили а потом другая пыталась их убедить что を う у Ма-джо-гай-ру! Конечно, камбэки с Сокфтара это было неожиданно. Сокшоин, блин. Суки, блин. Ай, конечно, тут ещё тип. Да. Интересно, будет ли этот персонаж ещё? Потому что история совсем маленькая с ней. Ну, опять же, я не знаю, да, как насчёт персонажей, да, как их там не появляются. Блин, жалко прицаповский игре опининг запускается, серьёзно. Это реально косяк какой-то. Почему мне не дают опининг просто посмотреть свободно? Потом его даже не посмотреть, просто здесь. Изменю как-то. Блин, в чайках он подрубался просто, когда ты сидишь даже в меню, блин. И при входе так же. Ну, да, на ютубе можно, конечно. На ютубе не то. Я всё же люблю, когда я включаю игру. Включается опининг. Как в зестире, я, блин, помню. Кайфовал при входе и выходе. Слишком хороший опининг. В играх. Всё ещё, наверное, самый лучший. Прям. Идеально. С точки зрения сочетания визуала и музыкальных звуков, да, то есть. Потом опять мне даже как опининг, даже в версии, которая вот, ну, в стиме, да, то есть, без песни, только музыка и визуал. Хотя песня довольно неплохая. Ладно. История довольно простенькая, как бы, я разгадал её, ну, как бы, без проблем, да, как бы, разгадывать нечего. Всё понятно, последний, знаю, что дальше. Людская сторона полностью виновата в этой ситуации. Конец записи.